Воденцове 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 Проводит все четко, безошибочно. Ох, слушай, очень непросто. Показывали уже в трансляции, что он даже бегает сейчас. Элизиан мяч подхватил. Элизиан, тонкая передача в штрафную. Овечкин, прострел. Момент! Момент продолжается. Атака Баса, Лепс. Не уходи, не уходи. Ушел. Все-таки ушел вместе с Лепсом мяч за пределы поля. Как и первый тайм тоже ушел в атаке Факабас. Это Балашов. Подача высокая. И момент у ворот Матч ТВ. Мяч выбит. Самый последний. С пятью защитниками. Они знали, как против нас играть. Поэтому мы сейчас поменяем схему, чтобы для них это было сюрпризом. И поэтому мы просто отдадим всю бровку нашей семерке. Но если Арт сегодня, конечно, сумасшедший матч проводит. Ой, момент. Момент, Овечкин. Минус уши. Спасибо, Ромет. Подача Балашова. Высокая. Прямо в центр штрафной. Там Каташ. И удар через себя. Красиво. Заброс налево. Доходит мяч. Лога падает. Что здесь было? Ну, как бы вам сказать. Давайте. Лох не видно. Он после этого еще три метра. Зачем бежит он три метра? Смотри. Ну, контакт на ногах был. Был. Но кажется, что Лога вот так же его потерял. И мяч потерял. Далеко отпустил. Я не знаю. Но здесь есть рядом Илья Тришин, которому можно довериться. Похоже на Васю Маврина. Да, подача штрафную. Ой, ой, ой. Еремеев ошибается. И мяч опускается на сет. Это очень тяжелый момент для Вартаря. И самое в этом позитивное что? Что он пошел на эту подачу. Так, Лога. Лога подает. Ой, ой, ой. Вот только Арби вышел из комбинаторской будки. И сразу же момент у ворот Матч ТВ. Мноха зарядил по ногам. Но принцип преимущества действует. Шикарно сыграл Лепс. И слева есть сразу два партнера. Передача на Логу. Бага отрабатывает. Лога. Оле, Лога. Шикарный финт. И передача точная. Балашов. Балашов не спешит с передачи. Возвращает мяч Логе. Лога. Момент у ворот Матч ТВ. Лога. Штанга. И добивание. Гол. Гол забивает ФК-пас. И это Робинзон Звонков. 1-1. И пошли танцы. И вот здесь Балашов. Он, кстати, даже передачу не отдавал. Посмотрите. Лога у него просто отобрал этот мяч. Подхватил. Ударил в дальний угол. В штангу попал. И добежал Робинзон Звонков. И забил в уже пустые ворота. Не успел вернуться Еремеев. Угол был открыт. Но и в этот открытый угол еще нужно было попасть. Мяч скакал. Но для Звонкова это была простая задача. 1-1. Удар с подбора заблокирован. Но будет второе дыхание у этой атаки. На Сонкин. Передача. Большунов. Дальше. Классно. Артак в дальний. И Родя нервно отбивает мяч перед собой. Овечкин. Удар с разворота. И угловой. Угловой зарабатывает Матч ТВ. Оказывает именно на то место, куда мяч приземлился. А здесь Горбонец. Горбонец-то пустые. Как Овечкин не забивает. Здесь не было офсайда. Задержался Арас Атаев. И Горбонец был в одиночестве. Но это, конечно, голевейший шанс. Как здесь Овечкин не замкнул. Почему просто левую не подставить и не пробить. Зачем пяткой нужно было. Я не понимаю. Можно было даже пропустить. Там Клим был совершенно один. Но Овечкин сыграл так, как сыграл. И отличная возможность у Матч ТВ. Перевод налево. Но должно же этой команде воздастся за все мучения, которые она испытала в медийном футболе на последних минутах. Может быть, вот этот шанс. Момент. Передача. Василенко. Нет пока удара. Сергей подача. И Далима скидывает грудью вратарю. И передача на левый фланг. Там Балашов. Польщику нужно отрабатывать. Никита подает. Кто там справа? У ФК пас. Звонков не добегает. И мяч предательски выкатывается на глазах у Польщика и у Звонкова за пределы поля. Таким образом, матч, его основное время закончено. Нас ждет серия Булетальти. Очень часто ведет к плачевным последствиям для бьющего. Как сейчас Атаев против Еремеева. Долгая пауза. Долгая пауза. Разбег. Пауза. Еще одна. И развел по углам Атаев и Еремеева. 1-0. ФК пас. Он во второй раз подходит к 11-метровой отметке. Горбанец против Константинова. И туда же. В тот же угол. Андрей Горбанец, по-моему, даже на вратаря не смотрел. Просто выбрал заранее. В любом порядке, когда скажешь. И вот сейчас огромная проверка на нервы и исполнительское мастерство. Балашов забивает. 2-1. Без лишних движений. Просто сблизился с вратарем. Роман Большунов, новичок Матч ТВ. Его попытка. Большунов! Да что ж ты будешь делать? Ну почему? Ну зачем? Между ног Большунов хотел пробить. Родио, но створ был закрыт. Родио уже сел на правое колено. И туда мяч ни при каких обстоятельствах не мог пройти. Ну что, время для Дмитрия Еремеева. Он провел хороший матч. Он вручал свою команду. Но вот сейчас его помощь очень нужна. Адис. Адис уложил Еремеева. И попал в пустые ворота. 3-1. Бас побеждает Матч ТВ. И набирает еще 2 очка. Теперь у ФК Бас становится их 4 в копилке. Они догоняют Сахалинец. И даже, по идее, должны обогнать его в турнирной таблице по личным встречам. Но Матч ТВ набирает еще 1 очко. Второе поражение в серии Булетальти подряд. И важная деталь. Матч ТВ никогда не побеждал на этом стадионе в Одинцове. Если сейчас вы могли бы видеть Константина Генча, он стоит в одиночестве у других ворот. И взирает на эту совсем печальную, я бы сказал, даже трагичную картину. Его команда снова проиграла. И снова это драматичное поражение в серии Булеталити.